Всем привет! Сегодня, как вы видите, опять очередная моя работа из эпоксидной смолы. И здесь еще внутри у нее находится цветок розы, сделанный мной из полимерной запекаемой глины. Это пробный вариант, поэтому я для себя его делала. Это будет брелочек. И я просто показываю саму технику изготовления и как опробирование, эксперимент своего рода, как будет работать эпоксидная смола вкупе с полимерной глиной. Мне очень понравилось. Мне пришла вот такая форма с Алиэкспресс, силиконовая, для изготовления сфер, шариков. Я взяла из полимерной глины цветок, тоже был пробный вариант. Я пока еще все это пробую. Для меня это все новое и для меня все это пробные варианты. Я развела смолу, одну из тех, которыми я пользуюсь по инструкции производителя. Налила немного в форму смолы, добавила блесток и дала ей в течение нескольких часов, 6-8 часов, подстыть, чтобы опустить в нее розу. И роза не соприкасалась с дном, с дном, с дном, с дном, вообще правильно, с дном. Не прикасалась ко дну формы. Я опустила розу и начала заливать смолой до тех пор, пока у меня до краешка. Еще добавила листики, которые у меня были из сухоцветов, залила смолой до края формы, закрыла форму шар верхушкой и через предусмотренные отверстия долила смолой и оставила застывать на время, указанное производителем смолы. У всех оно разное составляет, от 18 часов у кого-то 48, у кого-то еще больше. Ну вот данную смолу я оставила, пока она затвердеет. Дальше полученный шар, который у меня застыл, я освободила от формы и занялась обработкой тех изъянов, которые остались от заливки в форму. Это как ореол вокруг шара при стыке самой формы и верхушечка, небольшая капелька от отверстия, через которое заливается. Все это сделала при помощи ножа, срезала край и при помощи маленькой бормашинки, которую многие применяют как маникюрный, педикюрный набор. Насадки у меня элементарные для маникюра, очень удобно все получается и быстро. Дальше я обработала наждачной бумагой краешки. Можно, конечно, доводить с шлифованием до идеального состояния, но так как это пробный вариант, я не стала уже сильно доводить. Просто попробовала, что будет, если я обработаю эти края шлифованные самой эпоксидкой. Я немного зубочисткой, потом их эпоксидной смолой обработала. Предварительно я еще вставила крепление, которое будет у меня крепиться к брелку. Фурнитура для брелка у меня очень из Китая долго идет, поэтому окончательный вариант вы видели у меня пока без данной фурнитуры. Я обработала краешки смолой, получился не очень там ровный край. Но чтобы не сильно обрабатывать дальше наждачной бумагой, я просто решила попробовать еще обработать лаком, как будет себя вести лак на смоле, чтобы смола приобрела прочную поверхность. Я взяла яхтенный лак паркетный, но у меня он не прозрачный, а с небольшим желтоватым оттенком. Желтоватый оттенок, конечно, немного затемнил поверхность смолы эпоксидной, и я буду искать лак, который будет бесцветного свойства, потому что лаком, конечно, мне понравился результат, поверхность получилась более прочной и терпкой к царапинам. Ну, в общем, такой вот у меня шарик получился. Это будет брелок. Форма, не знаю, оставила пока силиконовую, у меня двоякое какое-то впечатление. Слишком много изъянов, которые шлифовать нужно. Шлифовать не очень удобно, и это очень долго, это очень кропотливый труд. В основном результатом, как работает сама полимерная глина, запечатанная в эпоксидку, меня устроила. Всем спасибо. Пока-пока.